Здесь начинается Камбарский район. Граница, Камский мост от Ижевска. По утренним дорогам мы добрали сюда за два часа. Впереди пункт взимания платы за проезд по мосту. Пойдем узнаем, что там сейчас происходит, много ли машин и что думают люди и про мост, и про оплату. Вам сразу сделаем за два моста. Единый. 330 рублей будет. Ну так же вроде я понял. Так на пароме? Да. Первый раз платным мостом пользуетесь? Первый раз. Но бесплатно проезжали уже. Очень нравится. Кажется, дорого для боемашин. А сколько бы надо? Ну, на переправе было 180. Машина «Боток» по Камскому мосту – 3,5 тысячи авто в сутки. Трафик фиксируют и пункты на мосту через Буй. Эта дорога ведет в Башкирию, и для редких путешествий плата невысока, объясняют комбаряки Александру Бричалову. Встречу с активом открывает этот вопрос. Местным жителям цена не нравится, особенно тем, кто нашел работу в Сараполе. Туда же перевели и госструктуры. Платы произвели по высоте машины. Грозель у нас идет в ИЖС, она полугустая идет, стоит 900 рублей. Обратно она идет груженая, уже 600 рублей. Я по-другому вообще считаю. С учетом того, что переведены были некоторые службы государственные в Сарапол, вот здесь возникает вопрос. И мы вчера, допоздна сидели, разбирались, сколько стоит электричка. Я уже знаю, что она три раза у вас ходит. В 5.30 утра, в 12.00, в 18.00, там, с чем-то. Понимаете, автобусное сообщение. Мы раскладывали, кто у вас работает из Камбарского района в Сараполе, на Сагазе, Ликоне и так далее. Поверьте, детально все разбираю. Мы, я уверен, придем к решению. Опять же вместе. Камбарская безработица – тема номер один с тех пор, как закрылся завод по уничтожению химоружия. Бричалову докладывают, местная промышленность рывка сделать не может и даже очень успешные частные заводы. Машиностроитель входит в пятерку предприятий России, выпускающих перфораторы для нефтяной отрасли. Но рынок сбыта упал. За два года сократили почти половину сотрудников. Мы не так сильно раскручены в плане маркетинга. Надеемся на помощь. Команда Удмуртии специально делает остановку на предприятии. Бричалову директор завода рассказывает, сырье закупают аж в Белоруссии, а это миллионы рублей ежемесячных потерь. Только Сенарский завод, город Камерск-Уральский, который сегодня загружен на экспорт. В цехе рождается идея начать бизнес-переговоры со Свердловским заводом, чтобы открыть в Камбарке его филиал. А это новые рабочие места и налоги. Пока статус города только на бумаге, хотя в центре явные перемены. Эта площадь в Камбарке попала в федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Работы большие, переделки масштабные. Например, здесь будет фонтан. А в этом дворе по улице Сугорова о благоустройстве только мечтают. Дом для переселенцев из аварийных бараков нареканий к застройщикам нет, а вот к управляющей компании масса. Вы сколько бы ни вызывали, если там не хотят работать, управляющая компания. Но не хотят, только деньги с нас собирают. Дайте мне ваш блокнот, можно? У вас листочек там есть свободный? Пишите. Папушка. Пункт первый. Что здесь у нас должно быть? Бордюр. Напротив каждого пункта поставьте сейчас дату, согласованную с старшей по дому, и распишитесь. Список проблем со сроками решения составляют и на встрече с жителями района. Высокие тарифы, газификация, старое общежитие, здравоохранение, пьянство, безработица. Бричалов принимает решение вводить в районе специальный режим управления. Нам нужно сформировать команду, которая будет специально из экономистов, аналитиков, которые будут специально заниматься Камбарским районом. Все-таки район географический, находится в таком особенном положении. Здесь нет драмы. Это говорит о том, что в силу объективных показателей надо больше уделить внимание району. Кроме того, в графике встреч у Бричалова ближайшей значится встреча с министром обороны России и решение вопросов о передаче военной собственности в ведении республики. Камбарка этого очень ждет.